МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого обруга в студии Константин Гиргая. Сегодня в выпуске. Небольшие, но опасные парковки электросамокатов в Подмосковье возьмут на особый контроль. Вбок, вбок, лошадка. Лето в округе. Как провести и чем заняться? Пушкинский предлагает оригинальный досуг. Об этих и других новостях прямо сейчас. Больше никаких стихийных парковок электросамокатов в Пушкинском. Жители могут пожаловаться на брошенные электроуправляемые устройства, которые мешают проходу по тротуару на портале Добродел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связей Московской области. Для этого нужно авторизироваться с помощью подтвержденной учетной записи единой системы идентификации и аутентификации, ЕСИА. После чего перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать категорию «Общественный транспорт» и тему «Электросамокаты». Затем описать проблему и отправить сообщение. Ход решения вопроса можно отследить онлайн в личном кабинете. «Я зачетный пешеход» – так называется акция, которую провели сотрудники ГИБДД в Пушкино. Посетители Центрального парка культуры и отдыха проверили на знание правил дорожного движения. За прохождение опроса и правильные ответы участникам акции вручали грамоты, памятки, световозвращающие элементы. Алина Рогожина расскажет подробнее. В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино прошла тематическая акция «Я зачетный пешеход». Она направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также привлечение общественности к данной проблеме. Мероприятие прошло в виде тест-опроса. Сотрудники ГИБДД проверяли посетителей парка на знание правил дорожного движения. Отдыхающим в парке предлагается пройти тест-опрос на знание правил дорожного движения, потому что не только водители должны знать правила дорожного движения, но и пешеходы также должны знать правила дорожного движения. За прохождение опроса на знание правил дорожного движения и правильные ответы участникам акции вручали грамоты, памятки, световозвращающие элементы, которые необходимы в вечернее время и дождливую погоду. Сотрудники ГИБДД фотографировались с каждым участником опроса под хэштегом «Я зачетный пешеход» и просто дарили хорошее настроение. Я считаю, что граждане вполне неплохо знают правила дорожного движения, отвечали в основном правильно. Некоторые вещи мы им рассказали. Отмечают, что есть определенная польза от наших мероприятий, особенно в беседах с детьми. Все участники акции «Я зачетный пешеход» на специальных бумажных заготовках в виде ангелов написали пожелания на путственные слова. Их сотрудники ГИБДД будут дарить автолюбителям при проверке водительских удостоверений. Также участники акции отметили, что детям с детства необходимо рассказывать о том, как нужно себя вести на дороге. Все нам знакомо, все потому что заостряем внимание, потому что гуляем с ребенком. И движение машин, как должно происходить в принципе на дороге, и как пешеходы должны переходить. Акция очень понравилась. Подарили классные подарки и грамоту. Для себя узнал новое, что где был придуман первый в мире светофор, то есть в Англии. И я соблюдаю все правила дорожного движения, как пешеход. Перехожу на зеленый свет светофора, если я, грубо говоря, на велосипеде, то я с него слазю, то есть спешиваюсь и перехожу пешком. Безопасность на дороге – это не только ответственность водителя, но и пешехода. Чтобы не создавать аварийных ситуаций, пешеходам нужно соблюдать несколько простых, но важных правил дорожного движения. Переходить улицу только на зеленый сигнал светофора по зебре, давая понять водителям о своем намерении, чтобы не составлять их резко тормозить, а также передвигаться по тротуарам и не ходить рядом с проезжей частью. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глейзер, Новости Большого округа. Новости Большого округа Новости Большого округа. Новости Большого округа. Сделает осанку правильной, снимет стресс, подходит для любого возраста. Все это про верховую езду и конные прогулки. Приехать в гости к лошадям интересно и взрослым, и детям. Можно покормить питомцев, сделать фотографии или научиться ездить верхом. Наша съемочная группа побывала в гостях у Пушкинского конного клуба. Мария Лихобабенко продолжит тему. Конный клуб «Форст» существует уже 13 лет. Его основательница Ирина Гринева с детства любила лошадей. Теперь это стало делом ее жизни. Здесь устраивают соревнования, проводят занятия и организуют конные прогулки. У нас много направлений. Мы занимаемся и конкуром, и выездкой, и даже есть вестерн. А что это такое? Это ковбой. Представляете, ковбойские седла, ковбойские лошади. У нас три тренера. Один по вестерну, один по конкуру, и один по выездке. Да, все имеют квалификацию, все имеют образование. У всех животных в клубе своя судьба. Кого-то покупали, а кого-то неравнодушные спасли от убоя. Так здесь появились козы, гуси, свинья это местная звезда. Сейчас в клубе находятся 20 лошадей. Представлены самые разные породы. Проходят занятия ипотерапией. Для этого есть специально обученные лошади. Покататься приходят как любители, так уже и титулованные профессионалы. Инструктор контролирует весь процесс. Также следит и за состоянием животного. Не устает ли, все ли хорошо. Здесь у каждого четвероногого свое расписание. Пять дней у нас двигается под всадником. Один день у нее полностью выходной. Она гуляет в Ливаде, отдыхает. И один день мы ее берем на корду. Это вокруг себя, когда она просто как захочет подвигается. Это Анастасия Климанова. Она тренирует прыжки через препятствия. Этот элемент можно увидеть на многих соревнованиях по конкуру. Кстати, Анастасия дочка Ирины. Любовь к лошадям ей передалась от мамы. Уже 15 лет девушка в этом виде спорта. И в будущем хочет стать тренером. Я очень люблю лошадей. Я участвую в соревнованиях. Мне это очень нравится. А как вы выбрали себе лошадку? Я очень долго выбирала, ездила, посмотрела лошадей. И вот мне он очень приглянулся. Я решила и выбрать его. Чтобы научиться кататься на лошади, не нужны какие-то особые качества. Любая поездка проходит под наблюдением тренера. И начинается с инструктажа. Залезаем на лошадей обязательно всегда с левой стороны. Как пошло с древних веков, когда на войне были все застежки, которые у них слева всегда. Для новичков есть специальная лесенка, по которой проще забираться на лошадь. Инструктор сразу корректирует положение ног и тела. И можно ехать. Вот, хорошо. Чтобы она остановилась. Можно с двумя колодочками на себя задержать. Хорошо. Учат всему СОЗОВ. Как поворачивать, как управлять, какой дать сигнал лошади, чтобы она ехала назад. Здесь все четко по командам. Опа! Ножками. Ножка вбок. Вбок лошадка. Поворачиваем. Меня катала Дульсинея. Ей уже 15 лет. Кстати, езда верхом на лошади может заменить собой фитнес-тренировки. Так что, если не знаете, чем заняться летом, вот интересный вариант. Мария Лихобавенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И о погоде. Пока не совсем летний. В четверг, 13 июля, в округе будет прохладно. Днем воздух прогреется всего до 15 градусов. Ночью плюс 12. Ветер западный 3 метра в секунду. Напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в социальных сетях. Во Вконтакте, в Телеграме и на Дзене. А у меня на этом все новости к этому часу. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин